Скромный стадион «Авангард» в Джанкое. Главная футбольная арена города может вместить порядка тысячи болельщиков. Тут играет одноименная команда «Авангард». Игроки любительского клуба, довольно умелые по крымским меркам, дважды становились чемпионами полуострова. Еще столько же раз выигрывали Кубок Республики в своей возрастной группе. Но для них, как и для болельщиков, 9 мая 2015 года станет особенным днем. Гаврилов, Хидия Тулин, Ярцев. На рубеже 80-х и 90-х годов, наверное, у любого футбольного болельщика в Советском Союзе, от списка этих фамилий бы закружилась голова. И сегодня этот звездный московский десант радует зрелищем неизбалованную публику скромного провинциального крымского города Джанкоя. Это группа болельщиков разного возраста, но всех ее участников объединяет одно. Они красно-белые с детства. Кто-то вырос, глядя на игру Титова, Тихонова, Филимонова и Цимбаларя. Для других – иконы детства. Гаврилов, Ярцев и Черенгов. Увидеть кумиров воочию в родном городке – для них предел мечтаний. Бродился здесь, да, и увлекаюсь вообще с удовольствием. Болеть за «Спартак». Ну, просто интересно прийти, посмотреть на ветеранов, на которых ты с удовольствием смотрел в 90-х годах. А тут они сейчас приехали к нам в город. Жалею только, что нет мерзояна Александра. Они тот раз приезжали, я у него спрашивал, почему ты не забил пенальти Ростову тогда? Он смеялся. А этот человек его угощал арбузом. А это 65-го года болельщик за «Спартак». Но перед тем, как выйти на поле, «Спартаковцы» решили передать частичку своего многолетнего опыта молодым. Юное поколение «Авангарда» также добилось определенных высот на местном детском уровне. Легендам решили показать кубки, завоеванные джинкойскими детьми. Самый новый из Евпатории. Футболисты выиграли его на международном турнире. Ветераны обучили юное поколение футбольным трюкам. С ротарями занимался Андрей Сметанин. Опытный страж ворот с буквой «С» на груди и первым номером на спине уверен. Шанс стать известными у его коллег по амплуа есть. Нужно усердно заниматься. Я так представлял, что из двух ротарей один более координарный, другой менее. Но один более физический, второй меньше физический. Но я так думаю, один подтянется как в координации, а другой физики. После мини-мастер-класса от «Спартаковцев» дети остались в восторге. Ведь они, несмотря на юный возраст и жизнь в другой стране, знают о легендарном «Спартаке» немало. Криштиану Роналду и Месси хорошо, но Хлистов и Шавло также в списке тех, с кого нужно брать пример. Для нас тоже они кумиры. Да, это очень круто. Я хочу еще раз потренироваться. На поле команды вышли в полдень. В «Спартаковских майках» Сметанин, Хлистов, Мор, Шавло, Мамедов. В атаке бесподобный Георгий Ярцев в середине поля, серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый Олимпийских игр Вагис Хиди Атулин. Первый удар по мячу наносит участник Великой Отечественной. Игра началась. В первые минуты местные игроки старались ничем не уступать звездным коллегам. Колени не тряслись, давление в порядке. Несколько раз «Авангард» попытался угрожать воротам Сметанина. Не повезло. А вот у «Спартака» все получается легко и непринужденно. Игроки никуда не спешат. Но вот футбольная мысль явно опережает скорости противника. Не успели джанкойцы оглянуться, как счет уже 2-0. Шустрый, нестареющий Ярцев преуспел в атаке. Хотя перед свистком на перерыв «Авангард» дал шанс интриги. Александр Лапий переиграл Сметанина 1-2. Автор исторического для себя гола не спешит хвастаться внукам. Говорит, были подвиги и поярче. Я и Пшеничников забивал в 77-м году сборной Советского Союза. Так что Сметанин, понимаете, кто такой Пшеничников. Ну, Сметанин тоже хороший вратарь, не спорю. Но была позиция такая, что не забить было как бы это уже стыдно. Ну, так получилось, что мяч оказался в воротах. В составе «Авангарда» немало опытных футболистов. Олег Скоба, успешный детский тренер и папа профессионального игрока Игоря Скобы, поигравшего за «Киевское Динамо», «Севастополь», «Волынь», «Зарю», «Ильичовец» и другие команды. Но даже человек, немало повидавший на своем веку, признается, угнаться за москвичами непросто. Как можем, для зрителей же играем, не для победы какой-то. Не можем, конечно, все предугадать, их перемещение. Эту команду мы еще принимали в 80-х годах. Тогда была сборная Советского Союза. Тот же Ярцев приезжал, Кидиатуллин приезжал, Светалин стоял. Интересно с ними через 20-30 лет выйти опять на поле. После перерыва «Авангарду» стало еще тяжелее. Ни о каких традиционных для товарищеских игр ничьих не могло быть. И речи сразу дал понять «Спартак». На поле появился Юрий Гаврилов. И пошли его фирменные, непревзойденные, проникающие передачи в атаку. Раз за разом находившие адресата. Преимущественно Валерия Кеченова. Как вам сказать, если я столько лет играл в этот футбол, я заранее уже вижу, кто располагается. Моя задача только правильно выполнить прием. В итоге дважды удары «Спартаковцы» достигли цели и во втором тайме. Но «Авангард» в грязь лицом не ударил. Гроза российских вратарей. Александр Лапий оформил дубль. Яркий матч так и закончился со счетом 2-4. Горды тем, что именно ветеранов московского «Спартака» сюда пригласили. Великолепный прием. Может быть, что-то изменилось, но осталась доброта и тепло крымчан. Откровенно говоря, очень много друзей и товарищей здесь встретил сегодня. Как высветилась наша поездка, это, очевидно, нужно благодарить тех людей, кто организовал ее. И мы не могли отказаться. Наша команда была помоложе даже, поэтому и результат такой. Ну, в принципе, могли и в нишу сыграть, но получилось, как получилось. Мы просто были помоложе, были постарше. После финального свистка организаторы футбольного шоу подарили кумирам большой торт со спартаковской эмблемой и кубок. Трофей в честь праздника назвали Кубком Победы. Теперь он станет одним из экспонатов музея легендарной команды. Визит «Спартака» в Крым не ограничился исключительно игровой программой. Футболисты и тренер Олег Романцев возложили цветы к памятнику жертвам и узникам фашистских концлагерей. Времени на экскурсию у москвичей не было. Уже в 7 вечера они вновь взяли курс на столицу. В рамках празднования годовщины Победы по календарю еще два матча в родном городе. Но звезды обещали вернуться летом в Алушту. Но на этот раз в еще более сильном составе. С Титовым, Оленичевым, Тихоновым и другими супер игроками российского футбола. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Турбоновостей и ТВ, Джанкой.